Добрый день! Я художественный руководитель коллектива народного танца Танами Соловьева Альбина Анатольевна и педагог по народному танцу. Сегодня я вам расскажу о движениях русского танца. Будем с вами изучать основные шаги русского танца, хороводного и плясового, ну и также некоторые движения русского танца. Ну а нам помогает сегодня и аккомпанирует наш концертмейстер Ланина Светлана Александровна. Итак, мы начинаем. Первый шаг, который мы сегодня с вами будем изучать, нашего хороводного движения, это простой переменный шаг. Сначала мы на него посмотрим. Можно? Спасибо. Ну а сейчас немножечко его разберем. Значит, основной его принцип – это маленькие небольшие шаги, которые исполняются не очень широко. В принципе, вот достаточно, вот все, маленькие, небольшие, почти стопа, расстояние даже полстопы между ног. И идет наступление, то есть ножку мы ставим сверху на всю стопу. На всю стопу ставится ножка. Не забываем сгибать коленочки, когда мы переходим с одной ноги на другую, чтобы не было у нас вот этих вот прямых ходулей, а именно мягкий перекат с ножки идет. То есть стопа работает, мягко наступаем. Руки пока находятся вдоль корпуса, чуть-чуть назад. Плечи раскрыты, грудная клетка раскрыта хорошо, чтобы мы могли спокойно дышать. И сейчас мы сделаем это под музыку и покажу еще следующий элемент также переменного шага на полупальчиках, который используется в основном в хороводах. Можно? Маленькие шаги. Наступаем на всю ножку. Как бы плывем равномерно. Можем также подключить руки для разновидности, чтобы нам не было скучно танцевать. И небольшая координация идет, соединение рук и ног. А теперь на носочках поднимаемся. Этот шаг используется в основном в хороводах, где надо плыть. Полупальчики не очень большие. Шаги идут на каждую восьмую часть такта. Также мы можем с ручками пройтись. Изобразить крылышки. Спасибо. Сейчас я хочу показать переменный шаг уже в танцевальном характере, где он используется, можно сказать, в плясовых. Он отличается тем, что идет по темпу чуть быстрее, исполняется уже не маленькими шажочками, а большими шагами. И шаг идет обязательно с носка. Можно. коленочки также работают. Шаги работают подряд. Пяточками идем вперед. Добавляем руки. работают. Корпус работают на зрителя. Спасибо. Еще добавляем маленький элемент к этому переменному шагу. Делаем укольчик небольшой. У нас получается шаг-укол. Можно. шаг-укол, 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 шаг-укол. У колодца наверх ножка подлетает. шаг-укол. Продолжаем по музыке. Перешли на танцевальный шаг. И шаг-укол. И закончили. Спасибо. Это у нас был переменный шаг. Простой переменный шаг с различными его разнообразиями. А сейчас мы с вами выучим и посмотрим тройной переменный шаг. Сначала мы его смотрим, потом я немножечко объясню. Можно. и закончили. Спасибо. В самом названии звучит уже правило исполнения этого движения. Раз. Тройной шаг. Значит, мы делаем три шага. И на четвертый у нас идет небольшое торможение. Но не сильное. То есть мы делаем с вами раз, два, три и четыре. У нас такой затяжной шаг. Но здесь идет не совсем пауза, а он как бы длинный в движениях. В этот момент мы ножку переносим медленно через кудепье вперед. И с нее опять идем раз, два, три и другая ножка. Также мы с вами мягко, плавно переходим, переносим. Бывают ошибки при исполнении этого движения, когда делают раз, два, три и резкий тормоз. Этого не должно быть. Иначе не будет плавности. Чтобы была плавность, мы должны легко переносить центр тяжести на переднюю ногу. И корпус всегда немножечко идет над ногами. Давайте сейчас попробуем еще разочек. Возьмем темп чуть поспокойнее. Можно. раз, два, три стоим. Раз, два, три стоим. Раз, два, три стоим. Раз, два, три стоим. Раз, два. Ножка мягко переносится. И у нас не будет тогда с вами резкого тормоза. Коленочки также работают. Шаг идет с носочка. Пяточками вперед. Голову всегда стараемся переводить на зрителя. Продолжаем немножко. Сейчас как вариант. Немножечко вперед. Идем как бы на зрителя. А теперь назад. Ножку также впереди оставляем. Вперед. Назад. И закончили. Спасибо. Это был тройной переменный шаг. А сейчас следующий шаг. Он немножко в исполнении сложнее наших предыдущих. Это двойной переменный шаг. Здесь опять так же из самого названия есть как правило исполнение. Это делается два шага. Если было впереди три, то здесь делается два шага. Мы делаем шаг, ножку подставить, шагнуть. Вот два шага получается. То есть мы с вами шагнули, ножку подставили и опять шагнули. Вот он второй шаг. И опять идет раз шаг, два шаг, раз шаг, два шаг, раз шаг, два шаг, раз шаг, два шаг. Мы сейчас сделаем. Посмотрите, как это под музыку. Потом я скажу основной нюанс этого движения, где делают ошибки, допускают. Можно. И раз, и два, и шаг, и два, и шаг, и два, и шаг, и два, и раз, и два. Также с носочка мы идем, красиво ножку выносим, еще идем, и два, и раз, и два. И можно ручки добавить. И раз, и два, и раз, и два, и раз, и два. И закончили. Значит, нюансик, который происходит. Скорее всего, здесь есть две ошибки, которые я заметила при исполнении наших детей на учебных занятиях. Первая ошибка – это то, что идет, когда ножка подставляется, у нас качается корпус. То есть делают вот это вот. Качание корпуса, бедер. Этого не должно быть. То есть все точки находятся, продолжают быть в одной плоскости по всем правилам исполнения классического танца. Ну и народного танца в том числе. То есть мы идем ровненько. Корпус опять так же над ногами. В основном центр тяжести на носочках. Следующая грубая ошибка, которая допускается детьми – это ногу подставляют на всю стопу. Нет, ножка подставляется строго на полупальчик. И дальше опять с носка на полупальчик. Тогда будет идти шаг мягкий, аккуратный. То есть точно стараемся именно это сделать. Давайте попробуем еще разочек. Этот же двойной переменный шаг. Можно. Пардон, не тот начала. Вот двойной переменный. Здесь также могут работать руки, как вы уже заметили. Мягко мы выносим, мы плывем. Мы идем как бы на носочках. Грудная клетка всегда раскрыта. Спасибо. А сейчас давайте попробуем соединить все наши вот эти шаги как бы в один небольшой такой, ну, этюдом не назовешь, в одно большое движение хороводного плана, где они меняются одни друг за другом. Начинаем с простого переменного шага. Дальше плясовой мы не будем. Тройной, двойной. Можно. И самый первый наш шаг. Простой переменный, самый простой в исполнении. Используется практически во всех хороводах. И также он может использоваться в плясовых. А теперь как лебедушки на носочках. Можно с крылышками. Ручки мягкие, ножки мелкие, шаги мелкие. Ну, а сейчас переходим на тройной переменной. Он более величавый. И он уже пошире идет, так же с руками. Может работать одна рука, но голова обязательно сопровождает руку. А сейчас двойной переменной. И тоже мягко, плывуче. Руки по-разному. И так же он может использоваться на месте, как я сейчас делаю. И закончили простым переменным. Спасибо. А сейчас я хочу вам предложить движение преподания, которое также используется у нас в хороводах. Ну и, конечно, тоже есть в плясовых движениях наших народных танцев. Сейчас мы делаем умеренно, спокойно, чтобы было понятно. Преподание, как бы упасть на ножку, припасть на ножку. Можно. Спасибо. В преподании самое главное, что идет, как я уже сказала, мы преподаем, мы упали на ножку. Здесь должны быть спуски, подъемы. Спуски, подъемы за счет полупальцев и за счет плие. На полупальчик встаем, мы вытягиваемся, на всю ножку мы сели в плие. Вторая ножка берется сзади на кудепье. В отличие от классического танца, в народном танце, носочек сильно тянуть не обязательно. Достаточно вытянуть подъем, скажем так, потому что в туфлях не всегда удается сильно натянуть носочки, именно пальчики. Поэтому стопа, она не совсем натянута получается. Значит, разновидности преподания. Оно может быть из стороны в сторону, оно может быть на месте, оно может быть в повороте. Естественно, также для украшения номера, движения добавляются руки. Давайте сейчас еще разочек сделаем в этом умеренном темпе. Я сейчас покажу движение из стороны в сторону, на месте и с поворотом. Можно. На месте. На другую ножку. А теперь в повороте. Боточечка. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И в большом повороте. Спина, лицо, спина, лицо. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И закончили. Спасибо. Вот это движение используется, как видели. Медленно это может быть в хороводе, более в быстром. Это на вращении уже на месте исполняется более в плясовых танцах. Темп большой специально не берем, потому что комплекс упражнений сегодня движение рассчитан в основном от восьми лет и постарше. То есть дети, которые начинают изучать только народный танец, которые знают уже основы классического танца и также основы народного танца. Поэтому я сегодня не останавливаюсь на мелких движениях, на положении кудепье, на положении колен выворотных. Естественно, как говорится, везде, где у нас используется демиплие, на правилах исполнения демиплие. Сейчас переходим уже, скажем, в плясовой элемент. Самое простое, самое то, что все наверняка знают с детского сада, это ковырялочка. Ковырялочка может быть у нас в данном случае двух видов. Ковырялочка нижняя, ковырялочка высокая. Сейчас я ее вам покажу. Можно? Это считается ковырялочка нижняя. А теперь высокая. Ножка высоко бросается. Спасибо. На высокой ковырялочке. Главное здесь идет, что ножку поднять. И там, и там, и в маленькой, и в высокой ковырялочке. В любом случае первый удар идет обязательно высоко. Второй идет большой батман. Это на большой ковырялочке, когда нога летит высоко, как минимум на 90 градусов. Идет небольшой разворот корпуса. Диагонально не заворачиваться, а именно диагонально. Здесь у нас с вами, когда идет здесь то же самое, полповорота. На зрителя обязательно. Здесь то же самое. Ручки можно открыть. На притопе руки закрываем. Давайте еще разочек сделаем ковырялочку. Можно. Спасибо. Спасибо. Следующий элемент. Учим с вами не то, что учим, а как бы я показываю, вспоминаю, кто-то ее знает. Это веревочка. Веревочка у нас, опять-таки, двух видов. Одинарная и двойная веревочка. Веревочки все исполняются обязательно на уровне демиплие. Коленочки смотрят всегда в стороны и на небольших полупальцах идет исполнение. Итак, веревочка одинарная. Можно. Немножко с другим ритмом. И опять спокойно у нас. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. С другим ритмом. И закончим. Спасибо. Это была одинарная веревочка, как было сказано выше. Исполняется на демиплие, коленочки в стороны и, конечно же, исполняется на полупальчиках. Следующая веревочка – это двойная. Имеется в виду с двойным ударом в позицию. Я сейчас сначала без музыки покажу, а потом мы с музыкой сделаем. То есть здесь у нас идет, так же не забываем сидеть, и полупальчики. Двойной удар сзади. И раз, и два, и раз, и та-там, и та-там, и та-там, и та-там, и та-там. Я сейчас стану боком, чтобы было более понятно. Значит, у нас идет, мы сидим. Я пока буду делать на всей стопе. У нас идет пассе. Сзади идет коротенький удар. Нога подлетела и поставилась. Следующая нога переходит так же. Нога ставится с легким ударом, подлетает, ставится. Таким молоточком, полупальчиками ударяем. И у нас получается и-та-та, 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 и-та-та. Давайте сделаем с музыкой. Двойная веревочка. Можно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Спасибо. Как разновидность вы увидели. Я добавила руки. Руки закрывались стандартно, и руки закрывались не совсем стандартно. Также хорошо для координации рук, ног, слуха, движения и ритма. Ну а теперь тоже разновидности двойной веревочки с добавлением различных элементов. Это могут быть элементы выноса на каблук, это может быть удар, это может быть также уже нам известная ковырялочка. Но вот здесь как раз ковырялочка идет нижняя, не высокая, а нижняя. Давайте попробуем это все вместе с музыкой сделать. Можно. С выносом на каблук. С ручкой. С ударом. С ковырялочкой. Спасибо. А сейчас сделаем маленькую комбинацию, где у нас присутствует с вами и ковырялочка, и одинарная веревочка, и удар в позицию. Можно. Ковырялочка. Удар. Веревочка. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, два, три. Закончили. Спасибо. Ну и в заключение и всего прочего легкие выступления, которые просты в исполнении, которые смогут исполнить любой, пожалуй, человек без всяких каких-то заморочек. Чисто как бы гуляя на свадьбе, на любом торжестве, под веселую музыку задорную, мы танцуем под нашу, естественно, русскую народную музыку. Можно? Субтитры создавал DimaTorzok И закончили. Спасибо. Ну вот, пожалуй, на этом и все. На сегодняшнее наше занятие закончено. Мы немножко с вами познакомились с русским танцем, с хороводным русским танцем и плясовым русским танцем. На этом мы заканчиваем. Я надеюсь, вам понравилось наше занятие. Наше упражнение движения вам подойдут, и вы будете их применять на практике. Всем большое спасибо за внимание. И всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok